Семинар партии «Единой России» и руководителей областного правительства во главе с губернатором Андреем Воробьевым начался с прогулки на гольф-карах. Подмосковные функционеры смогли оценить возможности Мещерского парка, располагающегося на территории Одинцовского района, ознакомиться с зонами отдыха и активного досуга. Парк занимает более 460 гектаров. Освоение территории началось 9 лет назад за счет частных средств. Сложно представить, но вместо живописных пейзажей было запустение и даже свалка. Сумма инвестиций составила более миллиарда рублей. Результат налицо. Мещерский парк – место активного отдыха и досуга жителей Москвы и Подмосковья. Возможности парка большие. Здесь люди ездят на велосипедах, здесь велодорожки оборудованы, а воркауты, то есть люди занимаются спортом на тренажерах. Здесь есть футбольное поле, то есть возможности здесь очень большие в этом парке. Парк, хочу сказать, хороший. По сравнению с другими парками, мне этот парк очень сильно понравился. Открывая совещание, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для развития парковых территорий необходимо учитывать передовой опыт и практики. С этой целью и проводится семинар «Обмен опытом, знаниями и реальными примерами реализации самых смелых идей». Одна из них – парк «Зарядье», который строится неподалеку от Московского Кремля. По словам архитектора Петра Кудрявцева, проект основан на принципах природного урбанизма, где есть луга, степи, хвойные и березовые леса, и даже ледяная пещера. Все это дополняется уникальной инженерной начинкой. Открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Нужно все-таки понимать, что парк – это не просто зелень, это актив, который влияет на качество жизни людей и вообще на удовлетворенность жизнью избирателей. Для приведения подмосковных парков в соответствии региональным стандартам необходимо наличие 10 основных элементов – точек питания, туалетов, детских и спортивных площадок, системы навигации и видеонаблюдения. Министр культуры Оксана Косарева поясняет, развитие рекреационных зон должно происходить с учетом мнения местных жителей. Аттракционы – это тот элемент, который позволяет, во-первых, обеспечить точку притяжения в парке, а также обеспечить доход парка, поскольку аттракционы приносят деньги. Обязательным элементом является безопасность, сертификация, контроль доступа, ограждение, информация, расположение в отдельной зоне, иллюминация, яркое оформление. Аттракционы могут быть различные в зависимости от запроса жителей. Конечно, в первую очередь определяют жители, и это тот элемент, который должен обсуждаться на общественных слушаниях. О Денцовскому району в плане развития территории есть чем удивить и гостей, и жителей муниципалитета. Развитие идет полным ходом. За два года лыжероллерная трасса стала полноценным парком спорта и отдыха. Как отметил глава района Андрей Иванов, в данный момент благоустраиваются четыре парка в Захаровском поселении в Голицыно и Барвихе. Кроме того, идет оформление рекреационных зон, которых 22 в районе. Также необходимо внедрять и образовательные программы. Для городских парков, скорее всего, нужны будут школы мастеров, как на ВДНХ, для того, чтобы проводить досуг, развивать детей. Любые вот такие формы активности, конечно, в каждый парк привлекают дополнительное количество людей. Что касается все-таки леса живого и возможности там организации каких-то мини-ферм, каких-то вот маленьких зоопарков, возможно. То есть вот такой дикой природы, чтобы дети или фермы, как на ВДНХ, где детишки могут быть реальными фермерами. Такой тоже мастер-класс, но вот уже с таким прикладным направлением. Сегодня ведь обсуждалась еще и тема, как сделать парки, парковые зоны, но интересны для инвесторов, в том числе с точки зрения совершенствования законотворческой деятельности и практики применения. Поэтому мы это услышали, мы этим будем заниматься вместе с нашими представителями лесного хозяйства. В 2017 году, согласно государственной программе, культура Подмосковья планируется создать 9 и благоустроить 11 парков культуры и отдыха. К 1 ноября завершится рейтингование действующих парков, а затем начнется разработка концепции с учетом требований регионального стандарта. Парковые территории должны стать предметом особой заботы местных властей. Ведь это то, что создает особую атмосферу в муниципалитете и зачастую становится его визитной карточкой. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.